Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в небольшом курортном городке Кармел, что рядом с Монтереем и всякими достопримечательностями в Калифорнии. Это туристическое место, а то, где мы конкретно с вами находимся, это такая шоппинг-плаза. Она так и называется Кармел Плаза. Вы видите, здесь три уровня и город вообще такой немножко, ну не сильно холмистый, но есть такое. И вот с разных улиц окружающих вы заходите и оказываетесь на разных этажах. Вот мы сейчас зашли с нижнего этажа, а могли бы зайти на второй, там на третий, по-моему, надо подниматься по лесенкам. Это пласк такая, знаете, здесь много приблотненного такого, подороже, эксклюзивного, вот так можно сказать. Но можно просто прийти, кофейку попить, вот там посидеть, тоже никому не запрещено. Надо сказать, что первый этаж не перегружен, то есть тут есть даже помещения, которые свободные. Вот там посудка хорошая, ну и так вот, закусочные всякие. Народ сидит прямо так закусывает. Может и нам кофейку свет? Как ты думаешь? Суши? Пойдем искать суши. Мы покидаем эту плазу и так заключение скажу, что мало есть мест на свете, ну вот скажем, на американском свете и в Калифорнии в частности, где можно было бы так хорошо покушать, как в курортном городке Кармел. Мы просто на улицу вышли, я вам показываю, как выглядят улочки Кармела. Здесь не только покушать, здесь еще очень много картинных галерей, просто вот на каждом квартале по несколько. Исторически это городок такой артистический, у него своя история есть. Здесь поселилось много людей свободных профессий, художники, писатели. В частности, вот когда землетрясение было в Сан-Франциско, и здесь как раз этот проект строился в это время. Никто не знал, кто там жить будет, но вот поскольку были разрушения, очень много художников и писателей, и журналистов сюда переехали. В городе изначально не было почтовых адресов, а для того, чтобы получить почту, надо было пойти в отделение почты, почтовое. И там отделение было одновременно и кафешкой тоже. Там люди сидели, обменивались новостями, трепались. Ну, заодно почту получали. Такое вот специфическое хозяйство. А сейчас тут такое туристическое место. Очень много маленьких отельчиков, мотельчиков, очень много. Люди приезжают, берут на недельку, снимают отельчик, мотельчик, потому что за один день там или за два наездом там, скажем, из Кремниевой долины тут много не увидишь. Да. Что говоришь? Люстры хорошие, да. Симпатичные. Вот таких вот, как этот. Здесь просто на каждом квартале по пять. А вот, смотри, скульптурки. Собачка. Собачка мочится культурно. Да, не кастрировано. Светик, не надо. О грустном. Вот. Мы идем сейчас по улице, которая называется Ocean. Это улица Ocean. Это, можно сказать, такая центральная улица. Местная магистраль. От улицы Ocean в сторону квартальчика 2-3 еще вот такая же насыщенная жизнь с магазинами, галереями, туристами, кафешками. Потому что, когда приехал на неделю, надо погулять, поболтать, потрепаться, деньги потратить. А тут все условия для этого есть. Если мы по улице Ocean так минут десять будем двигаться туда, в этом направлении, мы придем прямо к океану. Там шикарный пляж, между прочим. Очень хороший. А вот опять, да, магазин с майками, с сувенирами. Собачка хорошая. Людей много. Сегодня суббота. Выходной вообще всегда много. Так. А это такое, можно сказать, такая шоппинг-плаза. Маленькая. Вот видите. Типа пассажа такого. Свет. Пошли в пассаж. Тут люди выпивают. Это видно. А сзади меня... Сзади меня они сувениры продаются. Да. Ну, Санта-Клаус вообще странно, да? В июне месяце. Может, у них с прошлого года остались не разубраны. Так. Господи, а это что такое? Это маленькие петитюлички. Так. Я бы это назвал черевичками. Свет, как тебе слово черевички для этого? Так. А что у нас за спиной? Вот эти петухи цветастые, друзья. Если вы видите такого петуха, вы в Америке. Здесь любят люди. Петухов и кроликов любят, да. Кролики почему-то ужасно уродливые. Я не знаю, смотреть на них неприятно. Они какие-то страшные, жирные, очень несимпатичные. Если видите несимпатичных кроликов, друзья, вы в Америке. А мне нравится эта маечка, Свет. Она женская. Да, это женская маечка. Это такой бутичок. Бутичок. Явно женский. Все женское. Вот, пожалуйста. Друзья. Она даже маечка такая вот раскрашенная. Ну да, накидка такая. Так. Ну давай посмотрим, а что тут. Я бы, да, это носочные магазинчики, да, тут носочки-щелочки. Я думаю, что фишка этого в том, что там написано где-нибудь Carmel, там что-нибудь такое по-французски. Здесь французский, можно сказать, второй язык. Это язык-вывесок. Смотри. Carmel Head Company. С шапками. У него снятся в какой-нибудь шляпе. Давай снимемся в какой-нибудь шляпе. Может быть, мы сразу забросим это на Инстаграм. На Инстаграм. Да. Друзья, наш поход в шляпную сбегаловку закончился приобретением шляпы. Вот так. Подходится эта под жилетчик? Это зимняя шляпа. Она не годится. Зимняя? Это под скульптой нужно носить. Ну, хорошо. В тех случаях я не мог удержаться. Подумал, что вам понравится где-нибудь на наших видео там. Ну и просто попользоваться заодно. Идем дальше. Тут все такое экзотическое в таких лампах. Стеклянная мозаика. Стеклянная мозаика. А это боковая улочка очередная. Мы так свернули, чтобы вам, может быть, показать. Вот такой интересный городок Carmel. А тут вот дегустация происходит. В галерее. Я вам говорил тут на каждом шагу. А вот еще дегустационная. Смотрите. Да. Это вот такие местные характерные собаки. Да. Вот так и называется. Блюдо. Да. Друзья, если каждая вторая дверь – это картинная галерея художественная, то мы с вами где? Мы с вами в Carmel. Вот просто следующая дверь. Вот невозможно пройти. Одна дверь, другая дверь. Все. Произведение искусства. Друзья, где взять столько денег? Где взять место, чтобы это все держать? Два. Я сказал, что второй язык тут французский, друзья, я преувеличил. Итальянский тоже. А вот на этом квартале в основном агентства Real Estate продают. Потому что, друзья, погуляв тут и поняв, куда вы попали, вы начинаете думать о том, что надо бы закрепиться на этом месте. Какую-нибудь недвижимость приобрести. Правильно? Так. Просто так-то каждый может погулять. Вот. А недвижимость уже не каждый. И вы идете и говорите, интересуюсь. А вот так выглядят маленькие кармельские отельчики. Небольшие. И вот в этом здании та самая сушилка, куда мы идем. То есть покушать суши. Угол улиц Долорес и седьмой. Сушильня только что открылась после перерыва. Сейчас пять часов. Вот мы сюда пришли. Это бар. Тут можно сидеть прямо на стульчиках. Вот на этих. И тебе будут делать суши. Но мы там за столиком сели. Не стали пользоваться баром. Вот. Значит, есть помещение. Вот. Вы видите. Тут. И есть там, где Светлана сидит. Пойдемте посмотрим. У них есть веранда такая. С деревянным полом. Все такое, знаете. Нам газовую горелочку зажгли. Да, Свет? Ты попросила? Да, да, да. Но греет она? Ну, пока еще не очень. Она должна нагреетила стеклянный этот цилиндр. Ну, да. Вот. Вообще никого нет, кроме нас, друзья. Посмотрите, как интересно. Вот. Тут мы и поедим. Еще даже их друзья мяукнуть не успели. Рта не открыли. А нам уже принесли мисо суп и салатик такой. Светочка, какие ты больше всего любишь суши? Я люблю California rolls. Причем они бывают не просто California rolls очень примитивные. Да. Они бывают со всякими и с рыбкой сверху. И авокадо сверху. Вот мы сейчас заказали такие замысловатые California rolls. Угу. Ну, я надеюсь, что они будут вкусные. Потому что похоже, что мы были в этом ресторане уже. Мы точно были в этом. Угу. Ну, да. Сколько-то лет назад. Как ты вообще к Кармелу относишься? Ну, как я отношусь к Кармелу? Ну. Такое busy место. В выходные дни сюда вообще невозможно ездить. Потому что паркинга нету. Иногда бывает, что сложно. Ты остановишься на паркинге и потом нужно в гору пилить. Все-все-все. А позитивная часть? А позитивная. Очень красивый вид на самом деле. Если приехать в будний день и поставить машину там вот возле океана. Сейчас там места нету. Сейчас бесполезно до что дойти. Да. А то там совершенно дивный такой променад по заливу. Ну, просто с невероятным видом. Очень красиво. Там улица идет вдоль океана. Она называется Scenic Drive. Угу. То есть такой, как сказать, дословно сценический, но вообще очень красивый. Увидели, что там продается пустой лот. Бездома даже. И он пустой лот вот с видом вот на этот Scenic Drive стоило 4 миллиона. А лот был 400. 400, да, малюсники. Ну что, друзья, вот принесли нам. Сеточка, у тебя есть комментарий какой-то? Да, у меня есть комментарий. Ну, давай. Пахнет хорошо. Пахнет очень симпатично. Вот мы сейчас посмотрим то, что я думаю. Ну, как у меня есть опасения. Некоторые шансы не совсем то, что я... Ожидав. Ну, давай съедим. Я не сомневаюсь, что все равно все красиво. Очень вкусно. Вот тут дегустируют вино. И вот тут дегустируют вино. Где только не дегустируют вино в Кармеле. Смотрите, какая прелестная картинка. Вот. Фруктовая овощная лавка. Ведем камерой вправо. И вот такая, может сказать, прям таки адриатическая картинка. Вот. И там дальше немножко. Мотельчик такой, видите. Вот весь город такой. А вот еще маленький такой отельчик. Тоже вот весь город таких. Светлана сказала, покажи, как разрастаются саккуленты из маленьких красивеньких в такую страшную жуткую картинку. Вот мы, друзья, гуляем, гуляем. А на самом деле уже время подошло. Нам нужно возвращаться домой. Нас гости сегодня вечером будут с ночевкой. Поэтому мы вот движемся вот сюда. Мы здесь оставили на подземном паркинге свой автомобильчик. Вы, друзья, чтобы выехать, должны заплатить за парковку. Вот этот билетик мы взяли на входе, так выдержали из автомата. А теперь мы должны рассчитаться. Вставляем его сюда. Кредит сюда, что ли, опять, нет? Давайте. А можно кешу? Все. Все быстро. Сейчас нам выдают еще билетик. И теперь мы на выходе. Вон там стоит автомат, мы в него запихнем, и нам откроется шлагбаум. Я хотел, друзья, с помощью Светланы, которая у нас сегодня на камере, рассказать, что странный случай произошел сегодня при заезде вот в этот самый паркинг. Это вот из серии, что на старуху бывает проруха. Старуха в данном случае я. Тут есть... Сори. Сори. Света, ну, Света. Значит, заезжал я в этот паркинг. И надо сказать, что как-то, знаете, не было шлагбаума. Я понял, что это въезд. Ну, знаете, мы еще разговаривали о Ля-Тополя. И я въехал туда. Потом смотрю, мам, родная, я через выход въехал. Но он был открыт. Он был открыт. Обычно там же вот шлагбаум... Вот сейчас мы увидим, как там... Вот, секундочку, тут немножко... Ой. Да. Он сейчас поднялся шлагбаумом. А там... Человек проедет, вы увидите, как он опустит. Так вот, шлагбаума не было, он был поднят. И я как-то, на общем, проскочил. Вот мы отсюда и заехали. Отсюда и заехали. Потом я смотрю, мама, родная, так мы же не так заехали. И надо, значит, как-то билетик, вот этот самый билетик-то. А у нас билетика-то не было. Ну и что делать было? Значит... О, ведь опустился. Вот он, опустился. А там, ну что? Ну, мы выехали туда. То есть мы заняло, походили, поискали. Тут есть переговорничек. Свет, покажи, как мы. Вот, значит, я билетик отдаю в машинку. Вот. Она, увидев, что денежка заплачена, сейчас откроет нам шлагбаум. Вот, пожалуйста, шлагбаум поднялся. Но мы момента этого с вами не заметили. А только видим, что его нет. В общем, переговорник туда-сюда. Нашли мы каких-то двух мексиканцев, которых найти было очень сложно. Они там упрятанные были. Вот. И, в общем, они говорят, а езжайте так, там же шлагбаум поднят. Я говорю, да, а как же вот? Да, я говорю, езжайте так. Ну, мы и поехали. Знаете, как это? Тут нам карта и поперла. Мы выехали, потом снова заехали. Уже с билетика. А, нет, нет, нет. И увидели, что это хорошо. Нет, нет, нет. А смысл всего этого был в том, мы хотели взять билетик на входе. Но если это не машина, а просто человеческое тело, он билетиков не дает. Да. Он коварно. То есть, надо было нам выехать сначала и заехать снова, чтобы получить билетик. Поэтому мы выехали через открытый. Причем, если бы он оказался закрыт в это время, то мы бы вообще не могли выехать. Потому что у нас билетика никакого не было и взять его не было никакой возможности. И эти люди тоже нам не сказали, где взять билетик. Да. В общем, пришлось нам выехать, благо шлагман был открыт. И мы, значит, выехали, потом благополучно заехали, взяли билетик и вот сейчас расплатились. Да. Вот в этом и состояла проруха на старуху. Для старика. Так что, друзья, мы покидаем город Кармел и надеюсь, вам наша коротенькая экскурсия сегодня понравилась. Может быть, вы когда настроение будет хорошее, вы приедете в Кармел и тут тоже погуляете. А если не приедете в Кармел, то просто можете, например, там по гуглу, да, там, попутешествовать, посмотреть, если вам интересно. Вот туда назад вот. Вот мы сейчас едем по улице Оушен туда в Холдон, так немножко наверх. А вот туда вниз будет океан, там очень-очень красиво. Все. Я думаю, что мы на этом с вами прощаемся. Да, Свет? Отлично. И Damn. Все.